Сегодня мы много говорим об экологических проблемах, а иногда даже поем, ну или читаем рэп, и о глобальном потеплении. И есть такая важная тема. Люди ищут, как получать чистую энергию без нефти и газа. И в двадцатом веке люди думали, что есть такой метод, и это атомная энергия. Потому что атомная электростанция АЭС, когда она работает нормально, она дает абсолютно экологически чистую энергию. Но если что-то идет не так, это настоящая экологическая катастрофа. Я Станислав Чернышов, и вы смотрите и слушаете русский календарь. Вообще, первая в мире АЭС, атомная электростанция, была построена в Советском Союзе на территории России. И она была открыта в 1954 году и прекрасно работала до 2002 года. Сейчас ее законсервировали, и там находится музей. И, в общем, строили атомные электростанции. Но 26 апреля 1986 года случилась самая большая авария в истории атомной энергетики. Конечно, я говорю о Чернобыле. Я уверен, что вы слышали об этом. Мы еще не знаем и, может быть, никогда не узнаем причины этой катастрофы. И даже ее последствия, может быть, еще не знаем до конца. Но я расскажу вам несколько интересных фактов, которые мы знаем точно. Эта электростанция называется Чернобыльская, потому что она находилась недалеко от города Чернобыль, на территории Украины, рядом с белорусской границей. И, кстати, если вы говорите по-русски, а если вы слушаете и смотрите меня, вы говорите по-русски, вы, может быть, слышите, что Чернобыль, да, это звучит как-то не очень, немного негативно, да. И, действительно, с 1986 года, с момента катастрофы, это место было черным. Вообще Чернобыль это город, от которого до АЭС 12 километров. И раньше в этом городе было 13 тысяч жителей. Интересно, что сегодня там еще живут полторы тысячи человек, которые работают в этой санитарной зоне и контролируют, чтобы все было нормально. Контролируют уровень радиации, саркофаг. Как я говорил, точно никто не знает, почему ночью случился этот взрыв в атомном реакторе. Вообще там делали какие-то тесты, и причины могут быть разные. Технические проблемы, неудачная конструкция, человеческий фактор, все вместе или что-то еще. Мы не знаем. Но мы знаем, что атомная электростанция выбросила в атмосферу в 500 раз больше радиации, чем атомная бомба, которая упала на Хиросиму. К сожалению, советские власти сначала держали информацию в секрете, и даже 1 мая в Киеве и в других городах советские люди пошли на первомайскую демонстрацию, когда это было как минимум опасно для здоровья. Людей начали эвакуировать из этой зоны. Сначала из зоны 10 километров, потом из зоны 30 километров вокруг электростанции. И им говорили сначала, чтобы не было паники, что они уезжают без вещей, без домашних животных только на три дня, и потом смогут вернуться домой. Сразу ликвидаторы начали работать, чтобы остановить огонь и как-то остановить этот выброс радиации. Всего после катастрофы в Чернобыльской зоне за все время работало 600 тысяч человек. И многие из них, особенно в первые дни, заплатили жизнью и здоровьем за то, чтобы спасти мир от еще больших проблем. И мир должен помнить этих героев. Об этом написаны книги, сняты фильмы и сериалы. После Чернобыльской аварии в СССР было остановлено строительство или проектирование десяти атомных электростанций. И с момента аварии в следующие двадцать лет в Северной Америке и в Западной Европе не построили ни одной атомной электростанции. И сегодня многие страны решили их закрыть. Я не знаю, как вы думаете, можно строить атомные электростанции или нет. Напишите, есть ли атомные электростанции в вашей стране. Я записываю это видео в Санкт-Петербурге и здесь недалеко есть электростанция как раз такого типа, как работала в Чернобыле, но пока все работает хорошо. После Чернобыльской катастрофы многие люди в мире стали бояться атомной энергии и радиации. Но есть люди, которые ездят в Чернобыльскую зону, туда организуют экскурсии для туристов. А вы готовы поехать на такую экскурсию? И, кстати, группа Pink Floyd сняла клип в Чернобыльской зоне. Сейчас вы посмотрите его фрагмент, а я говорю вам до свидания и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok